Луна является спутником этой планеты и беспомощно притягивается к ней, вращаясь вокруг нее. В чем же значимость этого? Почему полнолуние и новолуние считаются важными? Возможно, многие из вас знают, что, надеюсь, не по собственному опыту, вы должны знать, если у кого-то неустойчивая психика, то в полнолуние и новолуние такой человек становится чуть более беспокойным, чем обычно. Вы знали об этом? Да? Такое случалось с вами? Просто будьте со мной, не беспокойтесь о камере. Итак, этого не случалось с вами, но это случается с другими. Я не имею в виду, что Луна провоцирует безумие. Просто, когда Луна занимает определенное положение, она усиливает все, чем вы являетесь. Если вы любящий, вы становитесь еще более любящими. Если радостны, становитесь более радостными. Если счастливы, становитесь еще более счастливыми. Если немного безумны, становитесь гораздо более безумными. Если медитативны, становитесь более медитативными. Она просто усиливает всё, чем вы являетесь. Так что эти дни считаются важными, чтобы вы осознанно создавали в себе нужное качество, которое будет усилено. Сегодня порнами. Утром, когда вы встанете, будьте в определённом состоянии. Создайте в себе определённое качество. Чтобы к вечеру оно усилилось. Так что независимо от тех качеств, которые вам присущи, начните проектировать это более осознанно, вместо того, чтобы быть жертвой бессознательных проявлений внутри себя. Таким образом, Луна не делает вас сумасшедшими или медитативными. Она лишь усиливает то, чем вы уже являетесь. Даже океан исходит с ума. Если вы пловец на пляже, для вас это безумие. Но если вы капитан большого корабля, для вас это благо. кое-что происходит. Сам океан пытается подняться. Когда сам океан пытается подняться, эта ситуация может быть благоприятной, чтобы и вы тоже поднялись, если вы хотите этим воспользоваться. влияние Луны на человеческую жизнь гораздо сильнее, чем это. Знать положение Луны может быть полезно для внутренней работы, потому что Луна создает различные типы качеств и энергии в системе. Если вы осознаёте это, вы можете это использовать. В английском языке слово «Луна» также связано со словом «лунар» — «лунный». Если пойти ещё дальше, то и со словом «лунатик». Так что обычно влияние Луны связывается с чем-то нелогичным. Всё нелогичное на Западе обычно клеймили сумасшествием или безумием. Но в Индии люди всегда видели ограничения логики. Логика полезна для управления материальным аспектом жизни. Если хочешь заниматься бизнесом, построить дом, делать что-то во внешнем мире, тебе нужно быть логичным. Другого способа нет. Но наша проблема в том, что для того, чтобы управлять внешним, мы обращаемся к Божественному, а к тому, что внутри, мы пытаемся подойти логически. Ни то, ни другое для нас не сработает. Итак, когда речь заходит о субъективных измерениях жизни, если вы не готовы выйти за пределы своей логики, ничего не произойдёт. Если я попрошу вас закрыть глаза и сделать что-то очень простое, а вы будете сидеть здесь и подсчитывать, «Хорошо, если я сделаю это, что я получу, что произойдёт?» Ничего с вами не произойдёт. Если вы хотите, чтобы у вас в жизни коснулось что-то прекрасное, чтобы у вас коснулась медитация, чтобы у вас коснулась любовь, блаженство, вы должны быть нелогичными. Всё логически правильно, но у вас унылое лицо, потому что с вами всё правильно. С вами всё правильно, но жизнь так не работает. Если вы проснётесь завтра утром, пока ещё будете в постели, думайте на сто процентов логически. Не думайте обо всех прекрасных моментах в вашей жизни. Не возвращайтесь к своему прошлому опыту, который имеет значение для вас. Не думайте о птицах в небе, о восходе солнца, о цветах в саду, о лице вашего ребёнка, о моментах любви в вашей жизни. Не смотрите ни на что из этого. Просто думайте логически. Теперь вам нужно встать с постели. А это немалый подвиг. Да? Разве это не подвиг? Большой подвиг. А потом нужно сходить в туалет. Потом вы должны поесть. Затем работать, есть, работать, есть, спать. На следующее утро то же самое. Исключите весь свой опыт, подумайте о своей жизни на сто процентов логически и увидите, что вы должны делать те же самые вещи в течение следующих 30-40-50 лет. А если вы занимаетесь йогой, то ещё дольше. жизнь станет длиннее. Та же самая ерунда каждый день, каждый день, каждый день. Просто подумайте логически. Это стоит того? Стоит того? Стоит того? Нет. Моменты крайней логики — это моменты самоубийства. самоубийства. И каждый из вас совершает подобное самоубийство. самоубийство. Но в наши дни вы ничего не делаете за раз. Вы делаете всё по частям. самоубийство. Самоубийство вы тоже совершаете постепенно. самоубийство. Я хочу, чтобы вы просто оглянулись назад. Если не можете, тогда сегодня, когда придёте домой, я хочу, чтобы вы покопались в своих старых фотографиях и увидели, когда вам было 5-6 лет, каким было ваше лицо. Оно было таким. Сейчас оно становится всё длиннее и длиннее. Итак, если вы должны выйти за пределы своей логики, это звучит бессмысленно, если только не сделать это определённым образом, потому что в данный момент вы думаете о смысле только как о чём-то логическом. Не так ли? Но, пожалуйста, поймите, самые прекрасные моменты в вашей жизни случались с вами только тогда, когда вы немного откладывали свою логику в сторону. Да? Посмотрите логически на свой любовный роман, и вы увидите, что это самая большая глупость, которую вы только можете сделать. Правда? Да или нет? Может быть, это самое прекрасное в вашей жизни. Но если логически проанализировать ваш роман и посмотреть на него, это самая глупая вещь, которую вы можете сделать. Но это, возможно, стало самым прекрасным опытом в вашей жизни. Таким образом, логическое измерение жизни и возможность того, кем вы являетесь, диаметрально противоположны. В йоге мы смотрим на вас как на два аспекта — солнце и луну. Вы видели этот символизм? Слышали слово «хатха»? «Хатха-йога»? «Хатха» означает «ха» — значит «солнце», «та» — значит «луна». Это два измерения. У них есть различные символические значения. Вы видели, что Шиву изображают как наполовину мужчину, наполовину женщину. Это всё говорит о том, что в вас есть логическое измерение, а есть и другое измерение за пределами логики. Если вы не исследуете оба этих измерения, вы будете незавершённым человеком, будете живыми только наполовину. Когда мы говорим о духовном процессе или о йоге, мы ищем способ стать полноценным жизненным процессом, а не половиной жизненного процесса. Просто поддерживать жизнь тела — этого недостаточно. Всё в вас должно пылать. Только тогда вы поймёте, вне зависимости от того, происходит что-то или нет, в любом случае это стоит того, чтобы быть здесь. Если вы сидите здесь, это стоит того, чтобы быть здесь. Откройте глаза — стоит того. Закройте глаза — стоит того. Иначе, что бы ни происходило, это не будет стоить того, чтобы быть здесь, просто потому что жива лишь часть вас. Другая часть ещё только должна ожить. Сегодня полнолуние. Облака скрывают Луну. Но не волнуйтесь, видите вы её или нет, влияние Луны всё равно присутствует. Потому что в безлунии или новолунии влияние Луны гораздо больше, чем в полнолунии. Поэтому чувствуете вы что-то или нет, не имеет значения. Влияние всё равно есть. В вас есть логический элемент, который помогает как следует справляться с материальным. Но существует измерение, выходящее за рамки логики. Без него невозможно получить доступ к субъективным измерениям. Луна — символическое представление этого измерения. Луна — символическое представление